Здравствуйте, товарищи зрители! Для новых зрителей я представлюсь. Биолог, фунготерапевт, аналитик, производитель огромного количества продуктов и другой продукции органической, бионатуральной. Сейчас я приведу вам неоспоримые факты жизненной необходимости и недооценки значимости йода. И вы будете знать, каковы признаки дефицита йода в организме, чем опасен дефицит йода, и как его распознать по симптомам и анализам, каковы явные симптомы гипотериоза. И дам вам важнейшие советы по жидкому аптечному йоду и йоду для применения внутрь в препаратах. А также, какой вообще йод надо принимать, почему и сколько принимать. Опасны ли передозировки и где этот баланс, грань. В общем, самое главное жизненно необходимое. Рекомендую вторично пересмотреть и законспектировать. Ну а под этим видео, как всегда, я оставлю вам ссылки на другие мои важнейшие видео по йоду. И дам ссылку на самый лучший органический природный йод 6 в 1. Йод это микроэлемент. Он необходим для производства двух гормонов щитовидной железы. Тароксина и триодтирозина. А значит, для здоровья волос, ногтей, кожи, нервов, иммунитета напрямую. Вся Россия, кроме Приморья, находится в зоне хронического дефицита йода. Все внутриконтинентальные государства и районы внутри континентов на равнинах имеют колоссальный дефицит йода. Ну хорошо, а чем же опасен так дефицит йода? Судите сами. Крайняя степень дефицита йода, выраженная в мыслительных способностях, это кретинизм, то есть умственная отсталость. Более 2 миллиардов человек на земле имеют умственную отсталость в той или иной степени, которую можно было бы предотвратить, если бы в свое время эти люди принимали бы йод в добавках или продукты с ним. Но продукты в упаковках, переработанные продукты, термообработанные продукты не содержат йод или содержат неусвояемую форму неорганического йода. Предельно опасен дефицит йода для беременных женщин, развивающегося плода и детей. Скорректировать умственное развитие и улучшить память можно, применяя органический природный йод. А крайняя степень дефицита йода, выраженная в проблемах щитовидной железы, это и кисты в щитовидной железе, и диффузный зоб, гипотериоз и даже фолликулярный рак щитовидной железы. Щитовидка поглощает йод очень быстро, это фильтр йода, и она его отбирает из нашей крови, но ведь он жизненно необходим и для других наших органов и тканей, для каких я расскажу далее. А почему же йод так важен для здоровья? Чем именно? В Японии, где почти нет рака груди и яичников, потребляют йода примерно в 100 раз больше рекомендаций ВОЗ. О нормах для людей с центральных частей континентов я расскажу в конце видео. Назову предельно допустимые нормы. Сейчас вопрос, почему он так важен? Так вот, йод выводят в тор, бром, ртуть и другие тяжелые металлы из организма. Он очень важен для печени, очищения всего организма, так как участвует в двухфазной детоксикации. Ну, выводят тяжелые металлы, гербициды и прочие яды из нас с вами. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. Йод уменьшает развитие кист в матке, яичниках, щитовидной железе, нормализует эстрогены, снижает сложности менструации и приливы, снижает риск развития кистозно-фиброзной мастопатии. Ну, а у мужчин ракопростаты. Йод повышает настроение, он важен для регулирования количества и качества холестерина и желчи в организме. Его дефицит приводит к образованию камней в желчном пузыре, об этом мало кто знает. Йод также снижает гормон кортизол и тем самым убирает стресс. Но он убирает и избыточные эстрогены, получаемые, скажем, из той же сои, которая содержит эстрогены, и их аналоги, различные фитогормоны. А вот задерживает поступление всасывания йода в организм та же соя и капуста и вообще любые крестоцветные. Но крестоцветные очень важны для нашего питания, ешьте их обязательно, не бойтесь по этому поводу. А просто-напросто добавляйте органический йод в свое питание. Помните, дорогие друзья, йод без вреда для здоровья можно применять только в органической форме, природной, то есть натуральной. Только тогда будет гарантия его усвоения и отсутствие в нем страшного канцерогена, хлорпропанола, который есть в синтетическом йоде. Никогда не используйте для внутреннего применения неорганический синтетический йод. Тем более йод из аптек, он должен применяться исключительно для наружного применения. Еще раз скажу, что я оставлю вам ссылку прямо под этим видео на то, чтобы вы смогли приобрести натуральный органический йод 6 в 1. Теперь я расскажу вам о признаках дефицита йода. К сожалению, признаки дефицита йода начинаются не сразу, а тогда, когда уже есть какие-то изменения в организме. И вот они, слабость, быстрая утомляемость, рассеянность внимания, вялость, апатия, ухудшение памяти, мыслительных способностей, плюс к этому плохо и долго заживающие раны, ссадины, синяки, которые долго не проходят. Это язвочки во рту. И здесь беда не только с грибковыми инфекциями, но и с усиливающими эти проблемы, а именно ослабление иммунитета, дефицит йода. Но это еще и преждевременное увядание кожи, излишнее выпадение волос, это секущиеся волосы, это утончающиеся волосы. И это, конечно, общее ослабление всего организма и его защитных функций. Ну а вот вам симптомы классического гипотериоза. Из-за дефицита йода это снижение массы тела, и вот тут человек не может поправиться, как говорит он, чтобы не ел. Это или глисты, или дефицит йода, или то и другое, конечно, может быть. Это сухие волосы и кожа, это тонкие волосы, запоры и отеки в нижней части шеи. Если есть несколько подобных признаков, то дефицит йода налицо. Особое внимание! Во время беременности и лактации женщины нуждаются в дополнительном йоде для поддержания нормального развития плода и производства гормонов щитовидной железы у младенца. Концентрация йода в тканях молочных желез у женщин превышает его содержание в щитовидной железе в 4 раза. Именно поэтому нехватка йода вызывает дисфункции не только щитовидной, но и молочных желез, прежде всего повышая риск развития мастопатии и других патологий и различных опухолей. А теперь я дам вам некоторые важные советы по йоду. Слушайте. Йодированные продукты. Всякая там соль с йодом бесполезна, это обман, это фикция. Йод не держится долго в синтетических продуктах, тем более синтетический йод. В йодированной соли йод неорганический, быстро улетучивается, а нужен только йод в органической форме. Норма потребления йода для жителей побережьей и равнин разные. Это связано с адаптацией к получению большого количества йода исторически поколениями в прибрежных зонах. Тем не менее, принимать любому человеку безопасно йод можно до 1100 микрограмм в сутки. Официальная норма ВОЗ во много раз ниже. Йод из аптек внутрь никогда не применяйте, только наружне. Жидкий йод из аптек сильный окислитель, и не просто его внутрь принимать нельзя, как некоторые советуют. Он даже в ранах вызывает сильнейший ожог. Только края ран, чтобы не занести инфекцию, можно обрабатывать йодом. Ну а лучше, конечно, перекиси водорода для обеззараживания. А сами раны лучше всего жидкостью новикова. Для простоты понимания такая смесь зеленки и йода. Для усвоения йода также очень важны селен и цинк. Ссылки на них я тоже вам оставлю под этим видео. Но есть такой интересный факт про жидкий йод из аптек. Если полтора-два месяца, а кому-то достаточно и одного месяца, наносить йод, скажем, на шрам какой-то, то он постепенно разрушает рубцовую ткань, и постепенно этот некрасивый, как говорится, рубец уходит, пропадает. Йод, который не усвоился организмом в данный момент времени, то есть лишний, спокойно выводится с мочой. Но если концентрация йода в моче менее 100 микрограмм на литр, то поступление йода в организм у вас точно недостаточное. То есть у вас дефицит йода. Вот таким образом вы сможете понять, есть ли у вас дефицит йода или его у вас нет. Анализ мочи на йод. В почвах, далеко от побережья, как я уже говорил, йода мало. Значит, и в продуктах выращенных, там его тоже мало. При угрозе ядерного заражения необходимо принимать йод в десятки раз, превышающие нормативы потребления йода. То есть 2-3 и более тысяч микрограмм в сутки. Несколько дней подряд. Все дело в том, что он встроится в щитовидку и другие органы, где его концентрация может быть велика, и не даст туда же попасть йоду радиоактивному. Вот в чем тут весь фокус. Конечно, переизбыток йода тоже может быть опасен. Может быть гипертериоз, тереоидит. Да, это надо учитывать. Но органический йод менее опасен несоизмеримо, чем синтетический. И напоминаю, он легко выводится из организма, если есть его излишек. А вот йод из аптек может убивать даже грибок ногтей с поверхности ткани, если совмещать его с обработкой предварительной перекисью водорода. Ну, скажем, пальцы, ног или пятки. Морепродукты, особенно ламинария свежая, содержат, конечно же, йод. Но обеспечить вас йодом может только сырая, а не термообработанная. Консервы не могут обеспечить йодом организм. Но и в сырой ламинарии, если ее принимать просто так, есть проблема. Наша ферментная система организма не может разбирать очень сложные плотные клетки этих растений, морских водорослей, там ламинарии, фокуса и прочих. И поэтому процент усвоения йода даже из сырой ламинарии, тем более из сушеной, будет очень-очень незначительный. Просто да, постепенно накопительный эффект происходит, особенно у тех людей, кто там живет. Но в большей степени не из-за ламинарии и других морепродуктов, а из-за того, что люди дышат йодом. И да, йод через воздух атмосферный, через легкие, тоже может попадать в кровь, а его уже забирает щитовидная железа и другие органы и ткани нашего организма из крови. Вот как это работает. И потому мой вам совет. Принимайте обязательно натуральный органический йод, вот этот самый 6 в 1, с манином и другими важнейшими веществами. Технологию создания данного йода, который действительно не имеет аналога в мире, является новым направлением в производстве органических и минеральных веществ и материалов, описано мною подробно в моем прошлом видео по йоде, вот в этом видео. Посмотрите его непременно, ссылку на это видео мое про йод я оставлю вам под этим видео, как, впрочем, и ссылку на сам вот этот самый йод органический 6 в 1. Ну а в завершении один маленький акцент, я считаю, что его стоит сделать, потому что об этом будут обязательно писать уже в который раз. Письмо пришло мне под последнее видео про йод, письмо такого содержания. Здравствуйте, Юрий Андреевич, можете подытожить, чем этот препарат, вот этот йод органический, плюс фукоидан, манин, лучше, чем магазинная ламинария. И несмотря на то, что сейчас я вам уже это пояснил, я еще раз сделаю акцент. И я письменно так и ответил данному зрителю. Всем разный. От ровной точной дозы дозировки до того, что в ламинарии, если она прошла термообработку, например, консервирование, пастеризация, йода уже нет практически. И потом вытащить йод из ламинарии пищеварением нашим тоже почти невозможно. Нужны определенные ферменты, коих у нас нет и так далее. Потому и фукус гель с особой технологией его переработки для сохранения всех минералов и перевода их в биодоступную форму, как раз делается вот этот самый гелеобразный, нативный, благодаря особой технологии СО2 экстракции и прочих, и прочих. Чтобы как раз эту извечную проблему, ну по крайней мере существующую в биологии и медицине более 30-40 лет, над которой раньше не могли справиться ученые, как вытащить все вот эти уникальные в хилатной органической форме микро-макроэлементы из фукуса, которых там в больших количествах по сути как в плазме крови в соотношении. И это очень ценный для нас продукт был бы, но он не может усвоиться. И вот один ученый в мире, только один смог это создать. То есть такую технологию, при которой эти минералы переходят в активную форму, высвобождаются из сложных плотных оболочек растительных. Вот этой самой водоросли фукус. Собственно, с ламинарией то же самое. Так вот, ссылку на этот самый в гелеобразной форме фукус я тоже вам оставлю, как и ссылку на органический йод, природный натуральный 6 в 1. Видео о йоде, хотя бы мое последнее, вот главное, где я подробно все поясняю, посмотрите непременно, не пожалеете. Итак, хотя бы три ссылки верхних под этим видео посмотрите. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!